Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о том, как сохранить и улучшить свое зрение, не выполняя практически никаких глазногимнастик. Конечно же, существует огромное количество разнообразных глазногимнастик, которые реально работают, но минус их в том, что нужно заставить себя сделать, появляются отмазки, в итоге лень, короче, никто их не делает, поэтому это их большой минус. И нужно придумать что-то такое, что вы будете делать постоянно, что будет давать нужный результат, и что вам не лень будет делать постоянно. И вот это что-то такое, я сейчас вам расскажу о таком вот, что делаю я, потому что, кстати, кто-то из вас совершенно почти справедливо может заметить, что вот очкарик дает советы о том, как сохранить и улучшить зрение, ха-ха-ха, ха-ха-ха, как смешно. На самом деле, в тех видеороликах, где вы меня видите в очках, я просто забываю их снять, потому что эти очки никак не искажают картинку, они нулевые и служат для защиты моих глаз от вредного излучения монитора, и там, где я забываю их снять, ну, как правило, я просто забываю их снять, вот и все. И тогда вы видите меня в очках. На самом же деле, у меня стопроцентное зрение, даже я проверял свое зрение где-то год назад, и у меня оно на стопроцентно, как я уже сказал. И, значит, я вижу еще на строку ниже очень четко и очень отчетливо. Почему так? Потому что, в принципе, если учитывать тот нюанс, что я последние лет 10 работаю в среднем, наверное, часов по 8 за компьютером, то есть раньше было часов по 10-12, сейчас я стараюсь проводить за компом не больше 6-8 часов. Но, тем не менее, провожу за компьютером очень много времени, и у многих моих знакомых, у которых примерно такой же образ жизни, как и у меня, которые сидят за компом много, у них большая беда со зрением, у меня же беды такой нет. Почему? Потому что все какие-то неполадки, которые есть в моем организме, я замечаю на ранних стадиях, и придумываю какие-то простые решения, которые ни в лом не будут выполнять, и которые, соответственно, выполняю, и проблема решается. Вот, значит, почему глаз теряет возможность смотреть, рассматривать картинки на дальних и средних дистанциях? Просто потому, что мы привыкаем смотреть перед собой. Вот, если много читать, много сидеть за компьютером, много сидеть в кабинете, то вы просто привыкаете смотреть исключительно перед собой, и глаз отвыкает смотреть на дальние и средние дистанции. Вот и все. Вот и все. То же самое, к примеру, если человек ведет сидячий образ жизни на протяжении многих лет, и даже если когда-то он был очень крепким, сильным, выносливым, то спустя годы сидения на заднице, на диване, на стуле, он теряет навыки, он теряет силу, теряет выносливость, теряет какие-то возможности координации, то есть возможность выполнить какие-то сложно-кордиционные упражнения, если он когда-то их выполнял, и так далее. То есть организм наш постоянно оптимизирует все свои опции под ту обстановку, под те виды деятельности, которые мы выполняем. И почему зрение ухудшается? Просто потому, что мы им не пользуемся. Поэтому зрением нужно пользоваться, использовать его не только на вот такие вот дистанции, а на средние, дальние и на очень дальние. Значит, что же для этого нужно делать? Для этого нужно всего лишь выходить на улицу и делать прогулки. Я снял где-то полгода назад видеоматериал о том, как полезны прогулки на улице. И в дополнение к этому видео можно добавить еще один маленький нюанс, который существенно поможет вам улучшить и сохранить ваше зрение. Видео по прогулкам, о полезности ежедневных прогулок я прикреплю в описании к этому видео. Значит, когда вы прогуливаетесь, вы даже не замечаете, как ваш глаз начинает работать на дальние дистанции, на средние дистанции, потому что вот вы вышли, вы рассматриваете какой-то автомобиль, вы вышли рассматриваете какое-то здание, каких-то людей, каких-то надписей. В общем, ваш глаз начинает работать на средние и дальние дистанции. Вы выходите на природу, полетела птичка, вы рассматриваете птичку, птичка летит в динамике, машет крыльями, она летит, и расстояние, на которое вы смотрите, оно меняется, и, соответственно, ваш глаз начинает работать, глазные мышцы начинают фокусировать ваше зрение, и, соответственно, вы начинаете тренировать свой глаз. Поэтому для того, чтобы сохранить улучшение своего зрения, нужно делать ежедневные прогулки и не лениться рассматривать что-то на длинные, средние и дальние дистанции, а еще лучше стать, скажем так, фанатом красивого вида. К примеру, если вы построили себе дом с шикарным видом, ну, либо купили квартиру с классным видом, ну, или покупаете, у вас есть возможность выбрать с плохим видом и с хорошим. Вы выбираете с хорошим видом и выходите каждый день любоваться этим видом. Вы даже не представляете, насколько это крутая штука. К примеру, если у человека есть привычка любоваться рассветом, либо закатом, либо и тем, и тем, он выходит и смотрит на дальнюю дистанцию, и глаз уже тренируется. То есть, что нужно делать? Нужно просто выходить на улицу, либо просто на улицу, в идеале, конечно же, выходить на природу, и не лениться рассматривать разные предметы на средние и дальние дистанции. И если вы при этом еще станете фанатом красивых видов, будете, ну, скажем так, больше рассматривать те или иные предметы и виды на средне-дальние дистанции, то это будет еще лучше. Вот я это делаю, я стал фанатом красивых видов, и я постоянно что-то рассматриваю. Это помогает держать мои глаза в форме, потому что глаза наши состоят... То есть, наш глаз – это всего лишь линза. То есть, к примеру, камера, через которую вы меня видите, имеет линзу стеклянную. В нашем глазу есть линза из воды. И в нашем глазу есть мышцы, которые меняют форму этой линзы. И, соответственно, благодаря этому мы можем фокусировать зрение на дальней и средней дистанции. И эту опцию нужно просто не терять. А для того, чтобы ее не терять, нужно ее использовать. И благодаря таким вот штукам вы можете сохранить свое зрение, почему такая практика будет более эффективна, нежели глазная гимнастика. Потому что в глазной гимнастике, как правило, вы делаете то же самое. Смотрите перед собой, дальше, посерединке и так далее. Почему лучше? Потому что, что вы можете сделать за пару минут, включая силу воли, и что вы можете сделать, даже не напрягая свою силу воли, в течение часа, в течение двух. То есть проработать свои глаза вы сможете намного больше, когда вы прогуливаетесь, любуясь красивыми видами, и при этом вы даже не задумываетесь о том, что вы выполняете какую-то работу. То есть вы отдыхаете, и в процессе отдыха тренируете свои глаза. Кто там шарудит в кустах. И это очень круто. Потому что одна из причин, почему мои советы и методики работают лучше, чем какие-то супер, мега профессиональные, от профессиональных спортсменов, потому что они более практичны и требуют меньше затрат силы воли. Конечно же, есть много упражнений на все группы мышц, на суставы, на связки. В общем, можно тренировать абсолютно все, что есть у нас. И мозг, и глаза, и голос, все. Но если вы это все будете делать, то будете рады до ночи заниматься только тем, что вы будете что-то в себе тренировать. И вот одна из фишек, которые я применяю, я делаю все эти вещи более практичными и по возможности прошиваю их в образ жизни таким образом, чтобы делать это даже не задумываясь и не напрягаясь, не заставляя себя выполнить те или иные вещи. Вот. Поэтому ходите на улицу, почаще выходите, выползайте из своих кабинетов, из своих квартир, любуйтесь красивым видом, становитесь фанатом красивого вида и вы будете не только дышать свежим воздухом, но еще и сохраните и улучшите свое зрение. На сегодня все. До новых встреч.